Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина 7.2. Вы смотрите этот ролик с плейлиста «Сайт с нуля». Тема сегодняшнего урока – 10 топовых примеров заработка на сайте. И прямо сейчас вы узнаете, какие тут есть варианты, которые вы можете применить на своем сайте. Для начала поясню, как же происходит начисление заработка на сайте, и кто, и за что, и из каких средств вам платят. Глядя вот на эту картинку, мы понимаем, что рекламодатель приходит в рекламную кампанию, он платит деньги за продвижение своего бизнеса с целью расширения клиентской базы. Реклама-производитель делает красочную рекламу в виде ссылок для перехода на сайты или магазины этих рекламодателей и предлагает эти ссылки по уже своей клиентской базе по рекламораспространителям, то есть между нами с вами. Но думаю, тут все просто, никаких богатых буратин, как видите, тут нет, все честно и все прозрачно. Самые популярные рекламопроизводители в интернете – это рекламная сеть Яндекс и Google AdSense, то есть рекламная кампания от Google. Чтобы начать зарабатывать через эти рекламные сети, вам нужно в них зарегистрироваться, пройти модерацию и разместить специальный код, который будет выводить рекламные объявления на ваши сайты. Эти рекламные баннеры бывают разных размеров под разные устройства. Как установить эти рекламные блоки? Мы с вами будем пошагово разбирать тогда, когда наш сайт будет уже готов к приему первых посетителей. Итак, первый вариант – это заработок на рекламе и рекламных баннерах от Яндекса и Гугла. Заработок начисляется за клики, то есть когда посетитель блога или вашего сайта переходит по этому рекламному объявлению от Google или от Яндекс, то тогда вам начисляются деньги в вашем личном кабинете рекламной этой сети. Как это работает? Заходим в Google и в поисковик вбиваем «Курс валют» и выбираем самый первый сайт. Нажимаем на него и переходим. И что мы видим? Если мы наведем вот так мышкой, то мы видим «Реклама от Гугла». Калькулятор для конвертации. Опускаемся в ниже, мы видим все графики. Здесь мы видим еще одну рекламу от Гугла и еще одну рекламу от Гугла. А вот под самим калькулятором мы видим с вами рекламу, которая называется «Брендирование». Это самый дорогой вид рекламы, который только можно установить. Когда он ставится на фон сайта, его просто невозможно не заметить. На блогах, конечно, он встречается очень редко. В основном на коммерческих сайтах. Там, где большая проходимость. Потому что ценники на размещение такой рекламы, можно сказать, прям-таки заоблачные. Ну, тут, конечно, в зависимости от формата. Но миллион российских рублей за один день. Ну, здесь уже идет 390 рублей за 300 показов. То есть, это мы смотрим на Яндексе. Поэтому размещение вот таких блоков, а их мы видим здесь 4, я думаю, этому сайту вот эти 4 брендированных рекламы приносят просто очень большие деньги. Ну, как говорится, большому кораблю большое плавание. А нам с вами есть с чего брать пример, правда? Нажмем. Вот я нажала на баннер с мебелью, и если бы я купила в этом магазине, например, кровать, то создатель этого калькуляторного сайта честно заработал свои проценты от купленной мной кровати. Вот это и есть тоже очередной заработок. Вот с трафиком, допустим, в одну тысячу посетителей в сутки ваш пассивный доход может от этой рекламы составлять от 10 до 30 долларов в месяц. А вот на партнерских программах с такой же посещаемостью можно уже зарабатывать от 200 долларов и выше. Ощутимая разница, правда? Партнерские программы бывают как частные, так и автоматические. Есть несколько вариантов партнерских программ. Первый пример партнерской программы с сетью магазинов. Если вы имеете партнерскую ссылку от магазина, например, Алиэкспресс, и описываете на страницах своего сайта качество купленных вами товаров в этом магазине, и предлагаете в этом магазине купить этот товар, и даете ссылку на этот магазин, то Алиэкспресс делится с вами 10% от стоимости купленного товара вашими рефералами. Это понятно. Второй пример – партнерская программа личного характера. Например, у вас есть хороший личный дантист или косметолог, и у них своя, например, клиника, им нужны клиенты. Вы заключаете с ними договор о привлечении клиентов в их клинику на определенных условиях и делаете им рекламу на своем сайте в виде статей, фотографий и отзывов ваших клиентов. Ну, сегодня это все возможно. Так что на этом тоже можно зарабатывать. Третий пример – вы делаете какие-то обучающие платные уроки, например, по изучению английского языка, или даете уроки финансовой грамотности, или пошагово показываете, как на полную катушку раскрутить Инстаграм или Твиттер. У вас есть еще один сайт, в который можно войти только после оплаты курса. То есть вы продаете свои курсы, и вот вы рекламируете свой тот платный сайт, рассказываете, сколько человек прошло у вас обучение, какие результаты они уже достигли. Выставляете отзывы своих учеников, делаете скидки на свое обучение и так далее. Короче, продвигаете сами свои платные курсы. Четвертый заработок на партнерке – это когда вы работаете в какой-то сетевой компании. Я не говорю сейчас о хайповых компаниях, о них и речи сейчас не может быть. Речь идет о реальных сетевых компаниях, где есть товары и услуги. То есть сетевой маркетинг, где вы являетесь, например, дистрибьютором. У вас есть реферальная ссылка с баннером от компании. Вы рассказываете на своем сайте о товаре или услуге в этой компании и приглашаете в эту компанию новых работников. И по партнерской программе получаете от 20, например, до 40% прибыли от их продаж по программе лояльности или, как раньше говорили, по реферальной программе. Так вот, например, работая в компании Enel, мы с дочкой заработали в подарок машину Mercedes-Benz. И у меня на моем канале Valentina Cinema 2 на YouTube есть ролик, как мы получали эту машину в Москве. Мы и сейчас еще работаем в этой компании. Я хочу сказать, что если вы хотите достойно жить в наше время, надеяться на зарплату или на пенсию, ну никак нельзя. Нужно повышать свои знания и двигаться в направлении дополнительных доходов. Поэтому, когда вы создаете свой первый сайт, сделайте такой же своему другу, например, или подруге в подарок. И когда вы хорошо усвоите, как за день или за пять даже дней сделать новый сайт с нуля, вот тут вы уже созреете для того, чтобы зарабатывать на продаже собственных сайтов. А они сегодня пользуются большим спросом и популярностью. И люди, которые не хотят заморачиваться делать сами сайты для своего бизнеса, ну не хватает у них ни времени, например, ни знаний. Вот эти люди готовы платить немалые суммы. Давайте наберем в Яндексе, за сколько можно продать сайт. Вы сейчас ужаснетесь, когда узнаете, что хороший профессиональный сайт стоит столько, сколько стоит хорошая квартира в хорошем, в большом городе. Вот полюбуйтесь, этот сайт продали за 5 миллионов российских рублей. Это трехкомнатная квартира с шикарной планировкой. Много, смотря для каких целей нужен был сайт и с какими расчетными таблицами его наполняли. Но даже если вы научитесь делать сайты за 3-5 дней и продавать их даже за 300 долларов, то это и будет еще одним вашим заработком на продаже сайтов. Ну и еще, конечно же, один заработок на сайте – это спецсайты, созданные непосредственно для продажи товаров и услуг. С встроенной ценовой политикой, каталогами товаров и услуг и прикрепленными к ним там с скидками разными, ну короче, со всеми наворотами для продажи товаров. Это отдельная тема и подходит она тем, кто хочет продавать товар через интернет-магазин. Всему этому, конечно же, нужно учиться, друзья. Нельзя в наше время лежать на диване. Энергию, знания и здоровье высшие силы дают тем, кто хочет ей воспользоваться. Так что желаю вам всем больше двигаться. Надеюсь, вы подписались на канал, поставили пальчик вверх. Теперь переходим к просмотру следующего ролика в плейлисте «Сайт с нуля» на канале Валентина Синема 2. Всем удачи!